Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин упал, потому что Nvidia упала на 10%, и весь рынок посыпался вслед за ней, в том числе и биткоин. С 60 тысяч упал на 57, вернулся примерно туда же, где я открывал сделку. Капитализация рынка 2,1 триллиона долларов, 71 тысяча зрителей, индекс страха и жадности в зоне страха, доминация биткоина 53,5%, и цена биткоина 57 тысяч. Вот, посмотрите, Nvidia здесь открылась, и потом упал рынок. А нет, вот здесь. Это на премаркете, а там рынок открылся, и все вниз пошло. Тдыщ. Фондовый рынок потерял 1 триллион долларов. 1 триллион долларов. Потерял фондовый рынок. И никто не знает, не понимает, почему упала Nvidia. Подозревают инсайдерскую торговлю. Почему? Потому что упала на 8% за день. Потом в ночь, ну вернее, в конце дня там, пошла информация, что обвиняют Nvidia в монополии и манипуляциях. Получается, что кто-то об этом знал, продал Nvidia, и она упала на 8%. А затем уже вышли эти новости. Поэтому говорят про инсайдерскую торговлю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Посмотрим на мои сделки. И также почитаем ваши комментарии. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. И вот, посмотрите, Nvidia минус 9,5%, 4% Google, 3% Nasdaq, 1 триллион долларов. Ушел с рынка. Мета минус 1,8%. Сильное падение по всему рынку. Но давайте смотреть на биткоин. Недельный таймфрейм. Бычий флаг. Все еще в этом канале. Стохастик. Развернулся вверх. Сквиз моментум все еще красный. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот держит сигнал на продажу. В покупку пока не перевернулся. Смотрим теперь на дневной таймфрейм. Стохастик в перепроданности. И двойное дно на дневном на стохастике. Это хорошая новость. А что там РСАИ говорит? РСАИ у нас. РСАИ идет вверх. Стохастик в перепроданности. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Если вверху стохастик, это время продавать. Это перекупленность. А если внизу стохастик, то это время покупать. Это перепроданность. На криптокурсах так рассказываю. На биткоине. Я думаю, что активировалась моя торговая идея. А нет. Не активировалась. Давайте ближе посмотрим на четырехчасовом. Смотрите, близко подходил биткоин к цене входа. Это прямо вот сейчас происходит. Давайте на часовой опустимся. Час назад, смотрите. Опускался на 57300. У меня цена активации 57272. А биткоин опускался на 57356 долларов. 60 долларов не хватило, чтобы активировалась эта торговая идея. Но я думаю, что она еще активируется, потому что биткоин формирует нисходящий клин. Через два касания здесь, через три здесь. И получился нисходящий клин. Работает вот так. Внутри давление, давление. И выходим вверх. Поэтому я думаю, что он чутка еще опустится. Уже и так близко подходил к цене активации. Посмотрите, насколько близко. 30 минут назад опускался на 57356. Заявка на 57272. Но опять же, скорее всего, биткоин пойдет ниже. Эта торговая идея активируется. Давайте еще на дневном посмотрим какие-то важные паттерны. Здесь я вижу симметричный треугольник. Внутри давление, давление вверх. Выходим. Симметричный треугольник формируется. Стохастик в перепроданности. На четырех часах. Честно говоря, хорошая точка входа, но, может быть, будет еще один поход вниз. Вот так, типа, чик-чик-чик-чик. Чиджик. И затем вверх выходим. Так что, возможно, активируется эта торговая идея. Заходим на 57272. 100 плюс 56, 8, 3, 1. Тейк профит на 105 тысяч. Риск 440 долларов. Заработать можно 48 тысяч. То есть на каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете заработать 109 долларов. Такое соотношение. И очень близко уже подошел биткоин к цене входа. Но я думаю, что еще зайдет и активирует. Легко. Такое возможно. Сейчас покажу вам свой торговый аккаунт. Но сначала напомню про полезные ссылки, которые под видео. На Баббит регистрируйтесь. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. Используйте эту ссылочку для регистрации. Есть также другие биржи. Бингекс, Байненс. Если вы теряете деньги в трейдинге. Какие-то высокие комиссии на ваших биржах. Постоянно какие-то ликвидации непонятные. Я вам рекомендую Байбит. Это моя любимая биржа. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. Там все подробно объясняю. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт Байбит. На Байбит у меня 605 тысяч 500 долларов. Вчера было 614. То есть потерял десяточку за день. Сделка по биткоину в минусе на 1100 долларов. Размер позиций тут 5 биткоинов. 290 тысяч долларов. Вчера было в плюсе на 8 тысяч. Перед этим падением. А также у меня стоят ордера на покупку. На 56 тысяч 500 долларов по 2 биткоина. 5 биткоинов по 48 тысяч. И 5 биткоинов по 54 800. И пока что сделочка, которая есть в минусе на 1200. Также на споте есть у меня заявка на Покете. И вот смотрите, разбивочка. 2%. В Покете 56% в USDT. 303 тысячи долларов. 12% MCRT. 73 миллиона монет. Но это только те монеты, которые я здесь покупаю. Это я продавать вообще не собираюсь. До тех пор, пока MCRT не выйдет на самые крупные биржи. Биткоин на 12%. Юнисвап 5%. 5000 монет. И доджкоин тоже 5%. Сделаем также сегодня теханализ эфира и Юнисвап. Так, Юнисвап. Ну давайте эфир сначала. О-о-о. Интересный паттерн. Смотрите. Чех. Чех. Чеджех. Странный такой паттерн. Но такого я никогда не видел раньше. Честно говоря, не знаю, что это. Какой-то дивный. Но эфириум на трендовой линии. Это четырехчасовой. Это симметричный треугольник. После этого падения. Это был восходящий клин. Вышел вниз из него. И теперь формирует симметричный треугольник. Давление, давление вверх вышли. Хорошая точка входа. На 2.391. Но я бы оставил как есть это. 2.321. Стоп-лосс на 2.268. И тейк-профит на 4.700 долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на эфире. А что у меня стоят? Какие-то заявки на эфире? Здесь нет. А на споте? Тоже нет. Получается, я уже купил эфир. Сколько у меня эфира? МСРТ на 66 тысяч. Биткоин на 64. Юнисвап на 31 тысячу. Доджкоин на 30 тысяч долларов. Эфириум на 26 тысяч долларов. Чуток вниз вышел. Давайте поставим ордер на эфире. По цене. Давайте посмотрим на графике. По какой цене это брать? Лучшая точка это 2077. Где я в прошлый раз покупал эфир. Честно говоря, такой вариант самый лучший. Потому что там будет двойное дно. Поэтому давайте там поставим заявку. 5 эфиров по 2077 долларов. Возьмем еще 5 эфиров. Или нет. Давайте 10 эфиров. А нет, даже 15. По 2077 долларов. На 31 тысячу. Тогда будет... Давайте лучше 10. По 2077 долларов. Покупают 10 эфиров на споте. Заявка отправлена. По эфиру. Это моя раскладка. По балансу. Теперь давайте посмотрим на Юнисвап. А потом почитаем комменты. Эфириум на недельном. В перепроданности. На дневном. Тоже в перепроданности. Это на стахастике. Везде перепроданность. Недельная перепроданность. Эфириум вроде как дно рисует. Но сильная поддержка у эфира. На 2077. Теперь смотрим Юнисвап. 6 долларов 15 центов. Я покупал по 5.50. Нисходящий тренд. Сильная поддержка на 4.70. У Юнисвап. Практически туда же вернулся. Откуда я начинал эту бычку. Уровень поддержки на 4.70. 3 доллара 80 центов. И сколько у меня там его? На 31 тысячу. Ну давайте тогда по 4 доллара 80 центов. 4.80. Возьмем на 20 тысяч долларов. По цене 4 доллара 80. Готово. И по 3 доллара 80 центов. И еще 20 тысяч долларов. По 3.80. То есть получается беру на 20 тысяч по 3.80. И на 20 по 4.80. То на Юнисвап. И теперь давайте перейдем к вашим комментариям. Джеймс, думаешь ли ты, что сокращение процентной ставки 18 сентября это хороший случай продать на новостях? Нет. Если Центробанк понижает ставку, это будет означать, что кредиты станет брать дешевле. Это по идее должно подтолкнуть рынок. Джеймс, ждем твой новый видос. Отвечай за свои слова и свои обещания. Прекрасно. Чувак выглядит как самаритянин времена Иисуса. Круто. Как вы зарабатываете на таком рынке? Пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Там я рассказываю, как зарабатывать. Держишь ли ты ворлдкоин? Нет, я уже не держу, но поставил там ордер на покупку. В следующем видео, я думаю, мы сделаем теханализ. Или давайте прямо сейчас сделаем. Да хорошо держаться ворлдкоин. Смотрите, что больше не падает уже. Вау. Я имею ввиду, что вчера опускался на доллар сорок и поднялся на доллар пятьдесят. И опять упал на доллар сорок. Тогда там получается начинается формироваться поддержка. Давайте посмотрим еще на недельном. На недельном. Сильная поддержка находится на доллар сорок. Доллар тридцати девяносто восемь центов. Но пытается удержаться ворлдкоин на доллар сорок. Перепроданность на недельном. Стохастик, Ресайз, Квизмоментум. Все в перепроданности. На дневном в перепроданности. Давайте может возьмем ворлдкоин. Поставим заявку. Сколько у меня его вообще? Ворлдкоина. А я же его не покупал. Нет ворлдкоина. Совсем. Давайте здесь еще посмотрим, сколько у меня активов сейчас. Один, два, три, четыре, пять. Я больше пяти-шести не набираю. Иначе уже будет слишком много. Может быть, выбрать между Покетом и ворлдкоином. Давайте в следующем видео уже сделаем. Почитаем еще комментарии. Джеймс, почему ты больше не делаешь прямые эфиры, как ты раньше делал в Дубае и Италии? Мне нравятся такие предрассветные видео, которые я делаю сейчас. На прямых эфирах было много технических проблем. Не забывайте также присоединяться к моему телеграмму. 3999 пользователей в телеграм-чате. Ждем, когда будет 4000. Трейдеры торгуют, общаются. Nvidia, вот про Nvidia тоже говорят. Один триллион долларов ушел с фондового рынка. Где-то даже об этом постил. Один триллион долларов. Вчера. Да где же эта новость? Nvidia получила повестку в суд. И в итоге это вызвало массивную распродажу. Северная Корея пытается хакнуть и украсть крипту из биткоина и ТФ фондов. Предупреждает ФБР. Но хочу найти этот пост. А, вот он, смотрите. 1.05 триллиона долларов. Ушло с американского фондового рынка. Сумасшедшее падение. Так что биткоин хорошо еще удержался. На этом фоне. Также, не забывайте, что у меня есть твиттер. Тоже подписывайтесь. У меня 89 900 фолловеров. Скоро будет 90 тысяч. Снова. Министерство юстиции официально отправило Nvidia повестку в суд. Рынок упал на 9%. Перед этими новостями. То есть, кто-то об этом знал. Заранее. Это разговор с Лексом Фридманом и Дональдом Трампом. Вживую идет. Сейчас посмотрю. Джим Креймер предсказывает очередное дно. Прекрасно. На этом на сегодня все. Всем желаю хорошего дня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите в комментариях, какую монету мне проанализировать. Задавайте вопросы. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.